Сэкэками с рейтингом 2.300 уже выбили меня из 2.600. Надо бы, наверное, возвращаться, поэтому снова. Основные дебеты, дебют рейти. Е5, С4. Много странного окончания предыдущей партии, до сих пор не понимаю, почему. Не реагировал. Сервер на ввод хода короля в 3, ну да ладно. Тканно говоря, по ходу борьбы всё равно ничего я не заслужил. С6, сыграю С5. Полезно прорубить центр. Надеюсь, я 8. Есть ли смысл дать шаг? Может быть и есть. А, да, Д5 нет, прошу прощения. Явно преждевременный шаг. СД, ну надо брать на Д6. И как бы мне... На мой взгляд, чёрные слегка рановато активизировались в центре. И вот нет ли возможности как-то этим воспользоваться. Но вот очень хочется всё-таки дать этот шаг. Чёрный, видимо, ферзь Е6 готовый на нему ответить. Выглядит не натурально, но... Может быть и хорошо для чёрных. Вообще, есть даже идея провести Д4. Е4 замораживает одного моего слона, но он даёт поле Ф4 другому. Поле Е5. Моим фигурам. По крайней мере, какой-то смысл в этом, наверное, есть. Правда, чёрные могут просто взять на Д4. Поэтому я попробую сыграть вот так. Конечно, выглядит антипозиционно, но... Чёрным сильно не хватает развития. Может удастся этим воспользоваться. Хочу следующим полом пойти Д4. Скорее всего. Да, сыграю Д4. Уже приходит сопернику здесь. Надо какое-то решение принимать касательно напряжения в центре. ФЕ. Видимо, надо играть Кунь Е5. Есть ещё слон Ф6. Но с Кунь Е5 особо проблем не видно. Хочу просто взять на Е4. Или взять на Ф6, потом взять на Е4. Или дать шаг на Б3. В общем, выбор широкий и приятный. Надо дам шаг. Сопернику придётся играть слон Е6. Я заберу на Б7, потом на Ф6 и на Е4. Ну, это в идеальном мире, конечно. Как получится на самом деле, я не знаю. Может быть, Кунь Д5 надо играть. Чёрным. Нет, всё-таки слон Е6. Надо брать на Б7. Завис Кунь. Ферзь Д4. Перебой явно должен быть в пользу белых. Ну, надо доказать это ходами. Становка 6 не работает. Да, немножко неприятно. Но придётся, скорее всего, брать здесь. И допускать... Я хотел сказать, Ферзь Б6 на Ферзь С4. Может быть, тоже работает. Хотя выглядит очень странно. Нет ли у Белы фоксированного выигрыша. Кунь А5, Ферзь С8. Видимо, нет. Ладно, сыграю Кунь А5. Плохо это быть не может. Да, я возьму здесь. И просто возьму Кунь А5 на Е4. Скорее всего, Белы приличное количество личного материала останется в результате всех этих операций. Ну и, как обычно, у меня практически нет времени на часах. А тут уже не возьмёшь, придётся играть так. Ну и заведу Кунь А5 на Д6. На Ферзь Б7 хочу Сломбе 7 взять с вилкой. Маловато времени. Сломбе 2. Столаде Б1. Вроде у чёрных больше материала подвисает. Такие кони не могут быть плохо расположенными. Уже они забирают одну из фигур. Да, и соперник сдаётся. Довольно любопытная получилась структура. А пока всем спасибо за внимание.